Уважаемый господин Сейджелили, уважаемый господин фасол, уважаемые иранские коллеги, друзья, дорогие студенты, преподаватели. У нас сегодня в гостях очень высокий гость, секретарь высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, господин Сейджелили, сопровождающие его лица, наши иранские коллеги из посольства, а также те, кто работает в Москве на разных направлениях, вижу много знакомых лиц, людей, которые давно занимаются проблемой российско-иранских отношений, блестяще владеют русским языком. Должен сказать, что господин Сейджелили в своей довольно напряженной программе, тем не менее, счел возможным и необходимым побывать у нас в университете, встретиться с молодежью, что, я считаю, исключительно интересно и важно для нас, тем более, что господин Сейджелили прибыл в Россию для участия в саммите секретарей Совета Безопасности, ну, либо приравненных к ним лиц в втором саммите, который будет проходить в Екатеринбурге, и где будет обсуждаться, насколько я знаю, довольно, как член научного совета Совета Безопасности, будет обсуждаться довольно широкий круг проблем, связанных с не только традиционными вызовами безопасности, такими, как терроризм, но будут обсуждаться и международные безопасности, будут обсуждаться очень важные проблемы, связанные с продовольственной безопасностью и другие вопросы. Собирается несколько десятков руководителей Совета Безопасности, то есть это очень представительное, очень важное собрание, очень, как мне кажется, примечательным и значимым является и тот факт, что представитель Ирана будет участвовать в этом собрании, обсуждать все эти вопросы. Вы знаете, коллеги, если говорить о двухсторонних российско-иранских отношениях, то они развиваются поступательно. У нас отношения развиваются по многим каналам, это и межгосударственные отношения, и межпарламентские отношения. Всем нам памятен визит нашего руководителя Ивановича Путина в 2007 году в Иран. Мы знаем, что и по линии контактов, по линии Совета Безопасности довольно тесные существуют взаимодействия. Недавно секретарь Совета Безопасности в августе господин Патрушев побывал с визитом в Тегеране. Объем торговли 3,6, даже чуть больше, почти 4 миллиарда долларов в 2010 году. После некоторого снижения во время кризиса сейчас опять есть нарастание. Но, как вы знаете, конечно, есть и проблемы, которые мы пытаемся решать и в рамках двусторонних отношений с Ираном, и в рамках многосторонних усилий, в которых активно участвует Российская Федерация. Они связаны с, так называемыми, ядерными вопросами. И должен сказать, что контакты по этой линии очень интенсивно идут, переговоры обсуждаются разного рода идеи. Естественно, все мы, проживающие в России, заинтересованы, чтобы эти проблемы были разрешены к взаимному согласию, с учетом интересов, с тем, чтобы мы чувствовали себя в безопасности во всех смыслах и с тем, чтобы разрешение всех проблем, которые сегодня остаются в общем контексте наших двусторонних отношений, в общем контексте международных отношений в регионе, как можно быстрее были разрешены. Иран – это наш сосед, с которым нас связывают столетние и столетние контакты, связи, отношения. Должен сказать, что обогащение культур взаимно проходило на протяжении очень многих веков. Не всегда наши отношения складывались гладко, ну как и у любого соседа, у нас не с одним соседом, впрочем, и у любой страны, находящейся на этом пространстве, не было так, чтобы всегда все было гладко. Но в целом я хотел бы напомнить, что в нашей истории Иран, Персия всегда играли очень большую роль. Но уж если говорить о нашем университете, то язык Фарси нас начали преподавать в 1815 году, еще то, как возник собственно наш университет, осуществовало Лазаревское училище, созданное Александром Первым в Москве. Именно поэтому в нашей библиотеке много книг на Фарси и 18 века, и 19 века. И именно наши исторические связи и побуждали нас всегда при всех условиях сохранять школу преподавания языка, выпускать специалистов, многие из которых по-прежнему активно работают на иранском направлении, способствуя развитию наших двусторонних отношений. Я завершаю свое чуть затянувшееся вступление и с удовольствием предоставляю слово господину Саиду Джилили, секретарю Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Иран. Пожалуйста. Во имя Бога Милостивого Милосердного, я очень рад, что имею возможность посидеть рядом с вами, рядом с дорогими студентами такого научно-исследовательского центра. Я постараюсь, с учетом того, что мало есть у нас времени, затронуть те вопросы, которые при вашей помощи мог бы использовать ваше мнение при ответе на них. Я попытаюсь вместо того, чтобы использовать дипломатическую риторику в этой университетской среде поставить некоторые вопросы и с вашей помощью получить на них ответы, чтобы мы смогли достичь общих и совместных ответов. Но, как хорошо отметил Анатолий Васильевич, Иран и Россия являются государствами. Как вы знаете, через 8 лет мы будем отмечать 500-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. То есть, только наши дипломатические отношения насчитываются около 500 лет. Обе наши страны имеют геополитически важный потенциал, и этот геополитический потенциал наших двух государств также создает важные возможности для обеих стран. Также хочу сказать, что наши два государства имеют и общие интересы, и общие угрозы. И, как сказал его превосходительство Анатолий Васильевич Таркунов, естественно, что у обеих стран по некоторым вопросам есть и разногласия, и не все гладко. Но, хочу сказать, что есть и общие взгляды на большинство вопросов. Во многих вопросах. И это немало. Я хотел бы на этом основании затронуть несколько вопросов. Во-первых, каковы должны быть отношения между двумя странами, чтобы они могли максимально обеспечивать интересы обеих сторон. Это очень важный вопрос. Что интересы и Ирана, и России, каким образом могли бы быть обеспечены в рамках развития отношений между нашими странами, чтобы мы могли бы максимально использовать эти возможности, обеспечить себе интересы. Второй вопрос заключается в том, что соответствуют ли нынешние состояния отношений этой задачи. И на этом основании, каким образом можно достичь такого благоприятного состояния. И, опять же, на этой основе, что препятствует достижению подобного благоприятного состояния отношений. Еще один вопрос, который затрагивается в двусторонних отношениях, является фундаментальным вопросом. Заключается в том, что имеется ли у обеих сторон возможность выбора иной стратегической альтернативы или в тех направлениях, которые мы развиваем, или они являются исключительными. На этой основе, давайте посмотрим, в каких направлениях может осуществляться сотрудничество между государствами. Сотрудничество между Ираном и Россией могут только заключаться в двусторонном направлении или нет? Они могут, кроме двусторонного сотрудничества, развиваться и охватить региональное, а даже, может быть, и международное сотрудничество. Если мы будем затрагивать и говорить о трех направлениях сотрудничества, то есть и двусторонное, и региональное, и международное сотрудничество, если будем говорить об этих направлениях, тогда каким образом можно добиться гармонии и согласия в осуществлении сотрудничества в этих трех областях? Каким образом можно их соединить? А вот следующий вопрос заключается в том, что могут ли обе страны сформировать стратегический подход к осуществлению долгосрочного сотрудничества, которое отвечало бы интересам обоих государств? И на этой же основе следующий вопрос затрагивается. Могут ли обе страны выработать тактические методы обеспечения долгосрочных интересов? И еще один вопрос, который затрагивается. Может ли у обеих стран иметься другая альтернатива стратегического выбора, или же другой альтернативы не существует? Естественно, что это и есть комплекс вопросов, на которые нужны, так сказать, ответы соответствующие, а может быть ответ на любой из этих вопросов нужно написать диссертации и провести исследование для того, чтобы можно было ответить на эти вопросы. А может быть одно из научных направлений, которое может быть установлено между вашими институтами и нашими научно-исследовательскими центрами, это как раз ответ на эти вопросы. Может быть провести некую совместную работу между нашими иранскими и российскими студентами, и они бы проработали, прорабатывали бы эти вопросы для того, чтобы можно было найти ответ на эти вопросы. И они могли бы оказать содействие тем людям, которые принимают решения в наших двусторонних отношениях. И они могли бы дать ответе, каким образом можно было бы развивать отношения, которые обеспечили бы наши совместные интересы. Вы знаете, что существует нехватка времени. Может быть я не смогу ответить на все эти названные мной вопросы, но я попытаюсь несколько соображений, которые могли бы оказать помощь для того, чтобы войти на путь получения ответа на эти вопросы. Я убежден в том, что внешняя политика любой страны, и в том числе Российской Федерации и Исламской Республики Иран, похожа на парадигму. То есть я имею в виду, что имеет некоторые составляющие и принципы. Исламская Республика Иран, так сказать, внешняя политика Исламской Республики Иран, тоже похожа на парадигму, имеет некоторые цели, имеет принципы и отслеживает определенные стратегии. И, естественно, я думаю, что сотрудничество между нашими странами тогда может сформироваться, когда в составляющих парадигм двух стран мы сможем найти общие точки. И на основе этих общих точек зрения вы сможете выработать и установить сотрудничество. И если есть какие-то разногласия между нашими странами, эти разногласия, конечно же, будут создавать препятствия на пути развития наших отношений. И я думаю, что один из вопросов, который является преамбулой для развития наших отношений, это как раз нахождение общих точек зрения. Я убежден в том, что если мы захотим иметь принципиальное и фундаментальное сотрудничество между нашими странами, если мы не сможем найти этих общих точек зрения, мы вряд ли, так сказать, сможем эти отношения на желаемом уровне развивать. Может быть, да, мы можем развивать сотрудничество на тактическом уровне или на каких-то определенных временных отрезках. И одна из общих тем, которая является, так сказать, результатом этих общих точек зрения, заключается в том, что сегодня происходит в событиях на международной арене. Если мы сможем прийти к совместному анализу этих событий, тогда мы сможем, так сказать, друг друга лучше понять. И если мы будем продвигаться на основе разных анализов, так сказать, тоже вряд ли можно развивать отношения. Можно, конечно, развивать, но это не будет долгосрочно. Это будет, так сказать, тактически и, так сказать, на определенных временных отрезках. И, вы знаете, один из вопросов, который я считаю, что является очень важным для того, чтобы мы могли бы прийти к совместному анализу, это, так сказать, понять, что происходит в международной атмосфере. Это является, я думаю, одной из фундаментальных и очень важных тем. И достижение такого анализа, что делают другие международные игроки, и, в частности, степень их мощи, степень их слабости, и способ их расстановки, в частности, и, так сказать, ход их мощи. И посмотрим, каким образом у них мощь набирает силу, или наоборот, так сказать, падает и теряет свою силу. И, поэтому, вот такой анализ, мне кажется, что он должен быть совместным. И, вы знаете, я думаю, что необходимо учесть некий анализ совместный для того, чтобы ответить на эти вопросы. Поэтому я хотел бы высказать вам свой анализ на эту тему, и буду очень рад знать ваше мнение по поводу высказанного мной анализа. Но мы сейчас находимся в 2011 году, и наш анализ заключается в том, что в отношениях, так сказать, между разными державами, в частности, которые, так сказать, установились после Второй мировой войны, а также после Исламской революции в Иране. За последние 32 года анализ, который можно сделать о ситуации в мире, и которая управляет, так сказать, этими международными отношениями, их можно разделить на три периода. Да, первое это было холодная война, и разделение государств на два блока, восточный и западный. Это разделение состоялось. И, как вы знаете, во всяком случае, некоторые из стран находились в восточном блоке, некоторые в западном блоке, и они, так сказать, друг перед другом устанавливали, так сказать, отношения. И когда закончилась холодная война, этот период тоже закончился. После холодной войны вы были свидетелем того, что сформировался новый период. И как раз в этом периоде роль бывшего Советского Союза и нынешняя Россия как раз набрала очень значительный мощь. А что касается второй модели, то я хочу сказать, что это было отношение между странами после окончания холодной войны. И в этот период США ощущали себя, так сказать, единственной северодержавой на международной арене. И играли, особенно после того, как... Да, они ощущали себя северодержавой на международной арене, особенно после уничтожения Советского Союза, падения Советского Союза. И они не только, так сказать, претендовали на управление международным порядком, они, так сказать, претендовали на роль мирового жандарма. Это является очень тонким вопросом, который обсуждается между теоретиками и учеными Соединенных Штатов. Некоторые считали, что да, мы после окончания холодной войны должны, так сказать, довольствоваться управлением мира. Некоторые говорили, нет, мы, кроме того, что должны управлять миром, должны выступить в качестве мирового жандарма и предпринять необходимые меры. Это должно быть сверхуправлением миром. Мы должны, так сказать, использовать свои мнения в тех или иных, так сказать, делах на международной арене. Поэтому вы видите, что в этом периоде, который называется односторонный, так сказать, подход управления миром, это говорит о том, что они не довольствуются той мощью, которую приобрели после окончания холодной войны. Вот как раз Бжемис Бжезинский в своей книге «Большая шахматная тоска», он откровенно говорит о том, что если мы хотим быть в качестве единственной сверхдержавы долгие годы, мы обязательно должны идти в сторону расчленения России. Он откровенно в этой книге говорит, и он говорит, что Россия должна быть расчленена на три части. На этой же основе, и используя вот этот подход, вы видите, что в той политике, которую они отслеживают, это политика, которая сопровождается именно введением военных составляющих. Они, так сказать, захотели и оккупировали Афганистан. Они потом говорят, что да, они оккупировали Ирак, хотят оккупировать Ирак, и это сделали. И вы знаете, что тогда, когда они занимались оккупацией Ирака, это было таким образом, что они для оккупации Ирака, даже у них не было никакого мандата из Совета безопасности. То есть это пик односторонного подхода в своей политике. То есть они таким образом сформировали свой подход, что то, чего они хотят, то, чего они думают, что является правильным, они бы могли это осуществить. И в этот же период вы видите, что американцы, то есть имея тот взгляд, заключающийся в том, что мы должны управлять миром и ввести односторонную политику, они выделяют два лозунга демократию и свободный рынок. Эти два лозунга являются основой их политики. И интересно, что несмотря на эти два лозунга, которые они используют для управления миром, есть очень мало, так сказать, обязательств по этим двум лозунгам. То есть то, что мы видели на международной арене, мы видим, что это происходит на самом деле вопреки установлению демократических принципов. То есть то, что противоречит демократии, они используют эти вещи в своих лозунгах и стараются их осуществить. То есть не для себя, а для других. И одна из главных вопросов, одна из главных тем заключалась в том, что лозунгом был лозунг демократии, но модель, который использовали для управления миром, это было не демократическое. Поэтому такой же вопрос, такая же тема обсуждается на свободном рынке. То есть они выдвигали лозунг «свободный рынок», но, опять же, наряду с введением и с употреблением односторонного подхода, они подвергают 40 стран односторонных санкций и вводили против более чем 40 государств мира. Я то, что и здесь хочу сказать, заключается в том, что во время Холодной войны, когда Исламская Республика Иран появилась, и она была сформирована требованием народа, Исламская Республика Иран не приняла там модель, которая заключалась в два блока. Мы тогда отрицали эту модель. Тогда не только Исламская Республика Иран имела такое мнение. Некоторые государства, как члены движения неприсоединения, тоже не воспринимали этого блока. Мы не только отрицали присоединение к этим двум блокам, мы противостояли этому блоку. Мы говорили, что этот порядок должен быть нарушен. Во всяком случае, в то время, когда был, так сказать, введен односторонный подход подведение политики, мы старались противостоять порядку США, который они хотели, так сказать, использовать для управления миром. То есть, мы очень серьезно, Исламская Республика была против односторонных подходов со стороны США и НАТО. и мы противостояли их корейственным целям, направленным на установление мировой диктатуры. Поэтому вы видите, что в обоих периодах Соединенных Штатов и Америки и их союзники оказывали самое большое давление на Исламскую Республику Иран. Они нам это давление навязывали. То, что я здесь хочу сказать, заключается в том, что давайте посмотрим, сейчас в каких условиях находимся. Сейчас вот эта вторая модель, то есть, период односторонного подхода в каких условиях находится, продолжается, закончился, появился новый период или он еще не сформировался. И здесь этот вопрос очень приобретает важное значение. Если мы сможем прийти к совместному анализу, я думаю, что мы сможем стать свидетелями очень важного исторического периода. Это период, в котором Исламская Республика Иран и Российская Федерация могли бы сыграть очень важную эффективную роль. Мы думаем, что тот ход, который американцы начали после окончания Второй мировой войны и достигли пика, тогда, когда они делали того, что хотели, этот период пошел на спад. Американцы уже не могут продолжить односторонный свой подход. Это был пик, когда они имели, и сейчас этот процесс спада начался, и ту неправильную политику, которую они проводят в разных вопросах, как раз помогает и усиливает этот спад. То есть, я хочу сказать, что американцы с каждым днем отходят от этой динамики. Это не мой анализ, это тот анализ, который американцы сегодня также признают и констатируют. и если вы зайдете на сайт международных отношений Соединенных Штатов, и господин Ричард там тоже высказывает свое мнение на сайте этого совета, и он говорит, что мы должны попрошаться с этим периодом. Это реальность, с которой мир сталкивается, и мир это декларирует американцам, и в разных точках мир показывает, что то движение, которое американцы начали и использовали в разных периодах времени, в частности односторонний подход, они увенчались поражением. И как раз одна из причин спада этой второй модели, это как раз не успех и поражение американцев во многих местах, так сказать, основываясь на этом подходе. Вы сегодня видите, что происходит в Афганистане, в Ираке, и вы самое главное увидите, что происходит на Ближнем Востоке. Американцы ни в одном из этих регионов не были успешными. И несмотря на все то присутствие, которое они имели, и на все те возможности, которые они употребили, что свои возможности, что возможности своих союзников и НАТО вот собрали все это вместе, но все равно они не смогли в своей модели достичь необходимого успеха. И вот этот неуспех американцев в разных регионах, в разных вопросах, несмотря на употребление инструмента, военного инструмента и те переморства, которые имели в экономическом, политическом, военном смыслах, они не смогли достичь успеха. Даже в период односторонного подхода, надо попрошаться с ним. Это не то, что они хотят, это, так сказать, эта вещь им навязана. Я вот что хочу сказать. Если у нас есть такое понимание вещей, мы думаем, что сегодня сформируется период, который является новым, несмотря на, так сказать, холодную войну, которая, так сказать, разделялась на два блока и последующих моделей. Я думаю, что в этом периоде это, так сказать, стойкость перед теми моделями, которые хотели стать управленцами мира, жандармами и управлять всем миром. Эта новая модель может противостоять перед этой моделью и наряду с этим тоже развиваться. Поэтому тот образец, который Исламская Республика Иран за последние 30 лет употребил, вот этот образец сегодня распространяется. И одна из причин успеха Исламской Республики Иран заключается в том, что мы не только противостояли этому, так сказать, этой модели, но наряду с этим противостоянием мы и развивались. Это является одной из главных тем. Мы думаем, что этот образец может быть распространен. Давайте посмотрим, что это за образец. Образец заключается в том, что если мы говорим о демократии, если мы говорим о отношениях в мире, они тоже должны быть демократическими, то есть отношения, в которых народы имели бы равные права. Народи могли бы защищать свои права, и некоторые не могли бы в односторонном порядке принять решение в 21 веке совершать поход и даже оккупировать ту или иную страну. Поэтому на этой основе я убежден в том, что Исламская Республика Иран и Российская Федерация являются двумя важными возможностями, которые на основе общих интересов и общих угроз могли бы начать новое сотрудничество в этих направлениях. То есть это сотрудничество не только в направлениях двусторонного сотрудничества и не только в региональном сотрудничестве они могут формироваться. Как раз регион, в котором сегодня мы о нем говорим, в них есть у нас и общие угрозы, общие интересы. Это является тем регионом, который является сферой интереса некоторых государств. Поэтому сегодняшние возможности, которые мы имеем с учетом тех геополитических возможностей, потенциалов, которые в целом Ирана и Россия имеют, они могут взаимодополнять друг друга и они могут на основе общих интересов сыграть очень важную и фундаментальную роль в мире для формирования нового миропорядка. И этот миропорядок является демократическим на основе требований народа, а не военного оборудования и военной политики. Поэтому на этой основе, если мы говорим, что в мире, где все могут иметь важную роль, и все державы могут там присутствовать, поэтому я думаю, что начало этого нового миропорядка может быть ядро развития отношений между Ираном и Россией и на международном и на региональном уровне. Это ядро может быть сформировано в том регионе, где у нас есть общие интересы, где мы соседствуем друг с другом, чтобы больше мы не были свидетелями односторонних подходов других стран в этом с вами регионе. И мы могли бы использовать региональный подход для решения проблем, существующих здесь, и если даже употребляем международный инструмент для решения этих вопросов, эти инструменты должны быть основаны на требованиях народа. Это вот тот вопрос, который я хотел бы затронуть. И если мы сможем достичь совместного анализа по этому вопросу, тогда возникнет вопрос, если у нас есть воля, я имею ввиду воля у России, у Ирана, тогда мы думаем, что у нас геополитический потенциал и возможности, которые есть, что в Иране, что в России, в различных направлениях, и тот общий взгляд, который есть между нами, что в борьбе с односторонним подходом, что с вопросом того, что некоторые государства очень многого требуют по различным вопросам в нашем регионе, что борьбе с терроризмом, что в противостоянии угрозам безопасности, которые я буду участвовать в саммите, которые в России будут обсуждать, эти вопросы по приглашению господина Патуша, я думаю, что обсуждение этих вопросов здесь тоже, это тоже очень важно, то есть некий коллективный подход для решения вопросов употребления, использования возможностей потенциала всех народов и также так сказать основанные на требованиях всех народов, а не только на воле некоторых государств. Поэтому мы думаем, что эта возможность и этот потенциал и с учетом того, что у Ирана есть относительно преимущества в вопросе энергетики в России. Во всяком случае эти преимущества создают условия и приводят к тому, что у Ирана и России появится некий выбор для стратегического реалистичного развития отношений. И не только эти будут отвечать общим интересам двух государств, а также являются неким важным шагом для того, чтобы мир мог бы войти в новый период международных отношений, где односторонний подход не имеет никакого места. Это тот вопрос, который, я думаю, что мы сможем на основе наших возможностей определить очень хороший ход развития отношений, дай Бог. И если мы говорим об одностороннем подходе, мы не говорим, что одна сторона где-то проявляет волю, оккупирует ту или иную страну или совершает нападение. Это один аспект этого подхода. Один из главных вопросов, который обсуждается, заключается в том, что цивилизация, страна или держава хочет навязать свои мысли, свою мощь и свою цивилизацию в качестве единственно правильного, и все остальные страны мира должны поставить это в качестве образца. мы думаем, что это является очень важным свидетельством одностороннего подхода. Да, я хочу сказать, что мысли людей похожи на парадигму. Вы видите в научных вопросах, когда эти вопросы затрагиваются, когда говорят, что политическая мысль, это политическая мысль, но это четыре составляющие. это антропология, идеология и другие составляющие. Вот эти составляющие могут сформировать некую политическую мысль. Если какая-то цивилизация, если какая-то держава к этим вопросам пришла к единому мнению, другие страны должны и обязательно должны их употребить и их вводить и использовать. это как раз является одним из свидетельств одностороннего подхода. То есть, когда мы об этом говорим, мы не должны только думать о военных аспектах этого вопроса. Это распространяется в различных направлениях. Почему один образец, который является затрагиватель для одной культуры, для одной цивилизации, должны быть образцом для других народов. Им навязан должен быть. все народы имеют свои мысли для того, чтобы выбрать того, чего они хотят и считают правильным на пути развития своего общества, своего государства и своей жизни. И я думаю, что таким взглядом сегодня Ирана и Россия с учетом цивилизационных возможностей, с учетом геополитических и стратегических возможностей могут создать ядро, вокруг которого могут формироваться и наращиваться отношения на международной арене. И я уверен, что это ядро очень хорошо может быть распространено. Вы сегодня очень хорошо видите то противостояние, которое оказывается ненешнему миропорядку, я имею в виду односторонному подходу. И это противостояние распространяется во всех исламских государствах. то, что вы видите исламское пробуждение, вы видите, что западные союзники и запад в целом, они в основном удаляются из этих исламских государств. В разных местах, где у народа появляются демократические возможности для того, чтобы высказать свое мнение и дать голос, как в Латинской Америке, американцы там потеряют свою возможность. народы там выбирают свои парадигмы развития. Я здесь заканчиваю свое выступление. Я думаю, что это будет хороший преамбул и надеюсь, что это будет хороший преамбул для развития отношений между вашим институтом и нашим научно-исследовательским институтом для того, чтобы, дай Бог, на основе совместных исследований могли бы отвечать на эти вопросы и предпринять очень фундаментальный шаг для развития отношений между нашими странами и для обеспечения Исламской Республики Российской Федерации. Я хочу вас поблагодарить за то терпение, с которым вы меня выслушали. Спасибо. Дорогие коллеги, у нас немного, но есть какое-то время на вопросы, которые можно было бы обратить к господину Совету Джалиле. Какие есть вопросы в аудитории? Пожалуйста. Вот я вижу одна рука, вторая рука, третья. Ну, давайте, давайте, смелее, быстрее. Сейчас вот молодой человек потом ловлю. Саламарзмикуна. Бандэ, алегришико. Я студент второго курса международного, международных отношений. Международных отношений. Я хочу вас поблагодарить за ваше интересное выступление. господин Джалиле. Скажите, пожалуйста, какова позиция Ирана по независимости Палестине в организации объединенных наций, а также по увеличению напряженности в этом регионе? Какова позиция Ирана по вопросу текущего обсуждения признания независимости Палестины в организации объединенных наций и росту напряженности в этом регионе в этой связи? Я тоже хочу вас поблагодарить за ваш вопрос. Вы знаете, тот вопрос, который вы задали, это является одной из главных тем, которая могла бы показать, каким образом мы хотели бы решить международные вопросы. Я медленно буду говорить, чтобы переводчик мог бы успеть. это вот сама является темой, главной темой. Главная тема заключается в том, что после Второй мировой войны, то есть после 1945 года, вы видели формирование новых отношений в управлении международным отношением. С одной стороны, были Соединенные Штаты Америки и их союзники, и самыми трудными современными военными инструментами, то есть ядерные оружия, ракеты и те возможности экономическими и политическими, которыми они обладали. И сегодня один из главных вопросов как раз заключается в этом. Почему после, через 60 лет до сих пор не смогли решить палестинскую проблему? Вот этот вопрос как раз не является хорошей причиной для того, чтобы сказать вот эта модель не может управлять миром. В Палестине вы видите, что с одной стороны дети и молодые люди, в руках которых есть камень, а с другой стороны и есть державы, которые имеют ядерное оружие. И вопрос заключается в том, что почему в течение этих 60 лет все те подходы, которые отслеживали, не смогли бы решить этот вопрос. Вот сама эта тема, этот вопрос, который вы затронули, является самым лучшим свидетельством того, что этот процесс и это течение не может быть благоприятной моделью для управления миром. И причина очень ясна, потому что эта модель не основана на демократии, это не основана на справедливости. Она основана, модель, которая основана на военном оборудовании, она не может отвечать требованиям народа. И в вопросе Палестине один из главных вопросов заключается в том, что давайте в мире обсуждать этот вопрос, оккупация может принести легитимность или нет. Так сказать, агрессия и оккупация страны и выгнать их из так сказать земель, вот это мощь, которая может это сделать и выгнать народ из так своих земель, оккупировать эту территорию, эту мощь, эту державу надо легитимно признать или нет. И вот одно из главных обсуждений Исламской Республики Иран как раз заключается в этом. И мы в отместку этого обсуждения несли большие затраты. И поэтому если какая-то страна оккупировала какие-то земли через 20-30-40 лет, она может быть легитимизирована. И если народы мира защищают свои права, то, что мы читаем в истории России, то, что народ сопротивлялся и защищал Москву, это заключается в том, что они не хотели легитимизировать оккупацию. Поэтому здесь агрессия и оккупация не могут быть легитимизированы. Поэтому эти вопросы, которые за последующие салют были отслеживаны, они очень хорошо показали, что да, много раз сидели, обсуждали вопросы, пускали разного рода резолюции, но они не смогли достичь успеха. Почему? Потому что они не уважают права народа, они не основаны на уважении и справедливости. Поэтому вот такая постановка вопроса не может быть успешна. Если резолюция выпускается и она основана на справедливости и на требованиях народа, она может найти подход к решению, а если нет, тогда не может быть подходом к решению тех вопросов, с которыми скользуются международные сообщества. Поэтому, что касается Палестина, эта Палестина принадлежит народу всем тем народам, которые являются на самом деле настоящими хозяевами этой земли. Они должны получить разрешение вернуться в свои дома и при демократическом процессе принять решение для дальнейшего решения своих вопросов. В ходе обсуждения в ООН Иран выступает за признание Палестины в качестве государства. Вопрос был такой, я понял. Вопрос же обсуждается сейчас в ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи. Вы знаете, что касается вопроса Палестины, мы неоднократно об этом говорили. Мы считаем, что Палестина, вся земля Палестины, она принадлежит народу Палестины. И мы не должны действиями, которые делаются, стать поводом для того, для тех оккупантов, которые пришли и захватили эти земли, чтобы эти стали поводом для их легимитации. Пожалуйста. Вот молодой человек. Надо микрофон, так не переведут вас. Здравствуйте. Я студент первого курса международного правового факультета. Господин Желли, прежде всего хотел поблагодарить вас за ваше выступление. Вопрос заключается в следующем. Как вы оцените состояние сотрудничества между Россией и Ираном в энергетической сфере? И каковы на ваш взгляд перспективы тенденций сотрудничества по данным направлениям? Спасибо. Я думаю, что одна из главных тем, которые являются относительным преимуществом в двусторонних отношениях между Ираном и Россией, это как раз энергетический потенциал. Сегодня хорошие энергетические запасы у Ирана и России являются относительным преимуществом для обеих стран. и то, помогает стратегическому подходу России и Ирану, этот подход должен быть совместным, а не конкуренция. Если Иран и Россия в вопросах энергетики хотели бы друг с другом конкурировать, другие получили бы выгоды из этой конкуренции. Но если энергетический вопрос стал бы стратегическим партнерством между Ираном и Россией, непременно обеспечило бы наши обоюдные интересы и увеличило бы наши интересы. Пожалуйста, молодой человек давно руку тянет. Я Булат Самуидинов, я хотел бы вас поприветствовать. Я студент четвертого курса международного, факультета международных отношений. Я учусь я прохожу обучение по языку Дари. Я знаю, что в Иране подвергали критике режиму Мобарака. Вы также подвергали критике режиму Саудовской Аравии. То есть они не делали ничего в пользу ислама. У них хорошее сотрудничество с Западом и в этих странах нету демократии. Там диктатура. Но в то же время Иран поддерживал хорошие отношения с Белоруссией. В Белоруссии тоже имеется много проблем с демократией. Там были много демонстраций. И хотел бы узнать, не могли бы объяснить логику внешней политики Ирана? на русском. Нет, нам переводили. Логику внешней политики Ирана просто объяснить. Манченов. Вы знаете, как вы отметили, и я тоже в своем выступлении постарался это сказать, мы должны прийти к общей точке зрения для международных отношений. И одна из этих основ это как раз уважение прав народа. И то, что они могли бы принять решение по поводу своих судеб. И не только на этой основе, и даже на основе требований народа. То есть те страны, которые таким образом сформировались, они должны бы на международной арене тоже самим принять решение. Поэтому одна из наших главенствующих и фундаментальных мнений заключается в том, чтобы сами народы могли бы принять решение по поводу своих судеб. Это везде, так сказать, мы всегда об этом говорили и говорим, что это надо осуществить. Вы знаете, что в 1953 году был сделан приворот, и американцы свергли народное правительство, и на этой же основе сформировали диктатуру в течение 25 лет. После того, как народ Ирана во время исламской революции потребовал формирования народного строя, этот порядок сформировался. Мы за последние годы 23 раза проводили выборы, каким образом должен быть строй нашей страны, подтверждение Конституции, депутатов Межлиса, президента и так далее. Они все выбрались голосами народа, городских советов и так далее. Мы тоже считаем, что эта модель должна быть во всем мире. То есть, где нет такой модели, они, конечно же, будут сталкиваться с проблемами. И один из вопросов как раз у нас заключается в том, что если Соединенные Штаты Америки претендуют на демократию, почему тогда они поддерживали диктатуры, которые существовали долгие годы. И они были главными союзниками Соединенных Штатов. Это то, что мы видели в Египте через 30 лет, а также в Тунисе, в других местах. Поэтому мы говорим, что в этих местах мы должны дать разрешение народу принять решение и предпринять необходимые меры для своего развития. Если некоторые хотят передать демократию силой бомбежки, силой НАТО, силой военного оборудования, это неправильный путь. Это то, что американцы делали в Афганистане и Ираке. Они хотели оккупации, агрессии, принести демократию. Мы были против этого. Но вы знаете, что мы в Афганистане и в Ираке оказали самую большую помощь для того, чтобы политический процесс сформировался в этих двух государствах. То есть мы самую большую помощь оказали для того, чтобы и политический процесс мог бы сформироваться. То есть и народ Афганистана, и народ Ирака могли бы сами принять решение для своего дальнейшего развития. У нас такой же взгляд и на другие места. И то, что в некоторых местах силой НАТО или силой некоторых государств, которые не имели до сих пор ни одной демократии и не проводили даже ни одних выборов своей политической истории, каким образом они могут сегодня претендовать на то, что мы претендуем на демократию в других странах. Мы, конечно же, это не принимаем. Это для нас неприемлемо. И в Сирии тоже. Дорогие друзья, у нас, как мне уже показывает провектор наш по международным связям, истекает время нашего пребывания здесь, пребывания нашего гостя здесь внутри института. Я знаю, что у нас очень много вопросов самых разных и вообще тема связанная с российско-иранскими отношениями, с деятельностью обеих стран на международной арене, с проблемами, которые возникают у Ирана во взаимоотношениях с соседями. Эта проблема очень все нас волнует, конечно, очень волнует. Тем более, что многие проблемы напрямую нас затрагивают, в том числе проблемы Афганистана, например, откуда по-прежнему огромный поток наркотиков идет и только увеличивается. Часть идет через Центральную Азию, часть идет через Иран. Я знаю, что Иран принимает серьезные усилия к тому, чтобы остановить этот поток, принять и вот здесь взаимодействие тоже наше очень важно, российско-иранское, тем, чтобы пресечь это. То есть вопросов очень много, но мы понимаем, что мы полтора часа с вами уже, чуть меньше находимся, нельзя все вопросы обсудить в ходе такого рода встречи. Мы очень благодарны вам за то, что вы сегодня с нами вместе, за то, что мы имеем возможность задать вам вопросы, за то, что вы, в общем, я бы сказал, достаточно подробно осветили концептуально подход Ирана к современным проблемам, в том числе и к проблемам устройства, к проблемам демократии. И я бы хотел от имени присутствующего экспедиции пожелать вам хорошего интересного пребывания сейчас в России, участия в конференции, но и нам всем пожелать, чтобы наши отношения двухсторонние развивались в конструктивном русле, с тем, чтобы мы могли работать плодотворно в интересах народов, как России, так и Ирана. Спасибо всем. Я тоже хочу вас поблагодарить за то, что вы создали возможность принять участие в этом собрании и познакомиться с вашим мнением, с вашим взглядом. Еще раз хочу вас поблагодарить за терпение. Спасибо. 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 Спасибо.